Сила и духовность. Как воспитать воина с моральными принципами? Подробнее эту тему обсудим с нашими гостями в студии Сергей Бунчук, президент Федерации Дента Фудокан Республики Крым и Соке Илья Йорги, основатель стиля Фудокан, профессор, доктор медицинских наук. Здравствуйте, господа. Я предлагаю перейти от частного к общему. Знаю, что вскоре в Крыму состоится чемпионат по Дента Фудокан. Расскажите подробнее о предстоящем событии. Здравствуйте, дорогие жители Крыма, гости. 2 апреля 2016 года в рамках празднования годовщины воссоединения России с Крымом, Крыму с Россией, будет проходить первый чемпионат и первенство России по Фудокан карате, на который соберутся одни из лучших спортсменов России, 19 регионов, которые прибудут сюда. Общее количество спортсменов 350 человек. Также сюда приедут спортсмены из ближнего зарубежья, как бы говорится, это Донбасс, уже считается, и Луганская область. 55 человек спортсменов. Теперь хотелось бы определиться, в принципе, со стилем, Илья Корнелевич. Наверное, вопрос к вам все-таки. Вот мне казалось, что карате это уже настолько древнее искусство, да, а оказывается, что продолжают создаваться стили. Вот в чем особенность вашего? Спасибо вам, что вы мне дали возможность, да, скажем, что о Фудокану. Фудокан – это эволюционный стиль, он, к сожалению, карате, знаете, это эдукация, культура. Это не только японская, это широкая историческая. Карате начал практически в Египте. Потом Александр, когда он был там, из Египта в Индию. Из Индии в Китая, из Китая, Шаолин Тэмпл, до Окинави, из Окинави 1922. в Япон. Из Японии восьмер. То же и в мою страну дошло, карате, очень рано. И, нормально, за нас было то энигма, то била мистерия. Думали, да каждый каратейка супермен, знаете. А потом, как время я изглазал, знаете, когда мы понимали, что это карате, да карате практически было во искусство, как и скульптура, как и нарисование, было во искусство. А для нас, в фудокане, карате, примерно, есть эдукация, воспитание, знаете. Плюс, нормально, дреди аспекты, среднование, все это. И другое, по чему фудокан так быстро у России и на миру, definitивно. По тому, что, знаете, японцы вам просто, то есть систем эмпириски. Он вам скажет, ким, ким, а вы сейчас не знаете, что это. А я говорю языком науки. Травматология, психология, физиология, биомеханика. И зато люди то понимают. И зато есть каратэ, фудокан каратэ сегодня, я очень горд и могу сказать вам одно решение. На Восьмире, на Седмом континенту, на Антарктику, вежбаю фудокан каратэ. Там есть русская база, прогресс. Знаете, и то мои ученицы, там есть флаг российский фудокан, а зрители, пингвини. Они, знаете, стоят около 5-6 метров, смотрят, они не знают, что это человек. Ну, даже если на краю мира этот стиль популярен, это показатель. Сергей Иванович, а насколько вот этот стиль интересует наших мальчишек? Потому что помнится, что все-таки пик расцвета каратэ, он приходился на 80-90-е годы. Ну, на сегодняшний день в Крыму этот стиль становится популярным. В связи с тем, что, как и сенсей Илья Йорги сказал, что мы занимаемся не просто, как японцы встали в строй и по тысяче ударов делаем майегиритом или цуки. То наша система, как говорится, установлена на том, чтобы детей как можно меньше травмировать. Мы не хотим создавать академию, как Сосе говорит, инвалидов, а академию здоровых детей, которые будут в будущем полезны в своей нации. Почему именно в Крыму решили проводить чемпионат России? Как я уже в свое время говорил, мы в Тольятти принимали решение, где будет проходить чемпионат. В Москве, в Ульяновске. И мы, как говорится, крымчане предложили свою, как говорится... Свою землю, да? Свою землю, да. В связи с тем, что на сегодняшний день идет годовщина воссоединения Крыма с Россией. И мы, как бы, дали свое предложение провести турнир этот и чемпионат в Алуште. Было тяжело привлекать со стороны россиян сюда приехать, потому что многие боятся то, что там мост строится, свет отключается, информационная война идет со стороны Украины и всего мира, как говорится, очень сильная. И многие боятся. На сегодняшний день 19 регионов, начиная Иркутск, Новосибирск, Алтай, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Иваново, Тамбов, Татарстан, Утмурдия, приезжают сюда, не побоявшись, как говорится, приехать к Сансею, к нам сюда в гости. И мы, как говорится, свои обязательства выполнили. Чемпионат будет, состоится при любой погоде. Ну, я думаю, если сам основатель стиля сюда приехал, то его ученики в любом случае просто обязаны приехать в Крым, для того, чтобы принять участие в соревнованиях. Илья Карнелевич, вот хотелось бы уточнить, вы, кроме того, доктор медицинских наук, да, и помимо этого основатель стиля карате. Это развитие происходило параллельно, независимо друг от друга, или все-таки это единая связка? Знаете, слава Богу, что я физиолог, профессор физиологии, и с другой стороны спортсмен, знаете. Это было очень тяжело, за то, что карьеру с работой параллельно, это очень тяжело, знаете. И я все это прошу, могу только сказать, да люди из медицине не любили, что я у карате, а карате, конечно, нет, что тут, но та звезда есенциальна, она есть практически примарна, да я могу нормально с очень большим ответственностью работать со моими учениками, сказать это надо, это не надо. Метод изменил. Фудоканье практично эволютивистик, изменен метод. И знаете, я то, что кажется, я не хочу да имам армию инвалидов. Я хочу армию сильных индивидуалов. Я, знаете, ако я, как учителль, и твой мальчик, который смотрит вас как на поле бога, на поле супермена, это субординация, это отношение, он будет тоже прямо своей папе, прямо земле и свуда. Это очень важно. Кто е учителль в карате? Слава богу, у Фудокану есть очень квалитетные люди, очень качественные люди, как он сказал. Извините меня за мой русский язык. Но есть корректные и очень, знаете, люди, кои любят свою страну. И ту димензию карате има, это и патриотизм, и ту димензию очень важную. Ви невозможете, сама definиция фудокана, дом крепких темелла, знайте, то значи mentalна стабильность. Ви невозможете суда туда. Јсте один правец, знайте, и то есть наша большая обязанность. Кого ви учите карате? Знаете? Но так случилось, как видите, и я очень счастлив, что сейчас на том первом историческом шампионате Крим. Это, знаете, история Крима похоже на историю моей страны, Сербии, знаете. И ту има много параллельности, да, но, обзором, да это исторический момент, да, шампионат на Криму, я думам, да, господин Сергей, он сейчас опише историю практичную, знаете, историю каратеа не только Криму, и России. И все смотрят сейчас, как это будет организовано, все смотрят, сколько людей, знаете, и слава Богу, что толико региона из России дошло, знаете, я понимаем психологию людей, но я не спугаюсь, когда я дошел на Крим, я очень мне понравился Крим, знаете, я не первый раз на Криму, я больше 10-15 раз на Криму был. Ну, я уверен, что исходя из количества участников, которые планируют принять участие непосредственно в этом чемпионате, да, показатель популярности вашего стиля. Сергей Иванович, и вот вопрос к вам, все-таки ассоциируется вот какое-то боевое искусство с определенным набором физических там упражнений или навыков, если это самбо, то это броски, если это тайский бокс, то это локти, колени, вот что характерно для фудокан? Фудокан себя включает в принципе и удары, как вы говорите, и коленями, и локтями, и бросковая техника есть, но она опять-таки в пределах разумного, нельзя бросковую технику по большой амплитуде делать, то есть на уровне бедер, то есть если это выше будет, то это уже запрещенная техника, весь набор, да, весь набор обслуживающих упражнений. Илья Корнелевич, и вот заключительный вопрос, безсловно, адресую его вам, что все-таки в первую очередь фудокан это развитие физическое или духовное? Не, да, знайте, фудокан има ту димензию духовности, центр духовности, знайте, прво, јесте манаси Свети-Прохлопчинску в Сербии. Я нормально использую идею светих ратника, знайте, в православном, в христианстве имате свети-ратнике, льуди, кои су очень, знайте, комплетни льуди, физически, mentalно, и как угодно хочет, духовно, и фудокан, толков фудокан, я могу то очень серьёзно, вам могу сказать, има ту димензию, знаете, той аспект. Едно без другого невозможно, знаете, то нет. Параллельно развито. Да, да, параллельно идёт, и это наше практично наш цель и наша, знаете, особенность фудокана. Другое направление, я не хочу сказать, лучше, меньше, лучше, больше, знаете, але сам, сам развит фудокан скажет всё, как он то ездит, за то, что сегодня в мире им это 107 стана с фудоканом, занимаюсь официально, знаете, и так, а быстро экспансия, ни еден карате на миру нет. То есть, фудокан, по сути, подтверждает истину человеческую, о том, что в здоровом теле здоровый дух. Господа, благодарю за беседу, вам удачно провести чемпионат и дальнейшего развития стиля. А у нас на этом всё, но мы не прощаемся, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Субтитры создавал DimaTorzok,